приветствую всех на канале жизнь после завода если вы живете в россии то наверняка сталкивались тем что при заходе на какой-либо сайт показывается плашка такая то что сайт заблокирован запрещен там на территории рф и тому подобное из крупных сайтов это facebook instagram они вообще запрещены на территории рф как экстремистские зайти на них просто так не получится также заблокирован twitter заблокированные сайты различных независимых сми и также огромный ряд более мелких сайтов также заблокирована роскомнадзором то есть это грубо говоря цензура вам не дают заходить на такого рода сайта что в этом случае делать пользоваться vpn то есть мы ставим vpn q подключаемся уже как бы обход этих блокировок и все это дело смотрим и вроде бы все хорошо ставьте vpn и есть бесплатные и собственно пользуйтесь но роскомнадзор также добрался и до vpn сервисов то есть он их блокирует в итоге зайти на эти сайты у нас не получается вообще никак я также писал вот статью у себя на сайте авторзавод.ру здесь я делал подборку vpn сервисов которые проверенные которые есть бесплатные и вот из этого списка уже по моему заблокировано все я сам пользовался винскрайбом у них есть бесплатная версия на 10 гигабайт трафика то есть чтобы там что-то почитать какие-то ну запрещенку грубо говоря почитать этого достаточно будет и в итоге что было сначала работал он хорошо потом он начал работать с перебоями работал долгое время так вот то работает то нет потом в итоге он окончательно сдох и теперь он не работает вообще никак короче мне все это надоело я плюнул решил поднять свой собственный vpn на удаленном сервере делается так как очень просто буквально за 10 минут я все сделал и собственно в этом видео я покажу как сделать это также вам как это сделать максимально дешево и как это сделать максимально быстро ну и прежде чем я начну непосредственно инструкцию напомню что у меня есть свой телеграм-канал который также называется жизнь после завода здесь я выкладываю различные такие небольшие заметочки по тему на тему заработка в интернете эти заметки они оказываются только здесь в телеграме то есть это такой вот эксклюзивчик телеги на youtube они не попадают поэтому чтобы не пропустить какую-то полезную информацию для вас я рекомендую вам подписаться здесь также выкладываю полезный интересный контент ссылку я оставлю в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии итак давайте теперь приступим собственно к инструкции статейку я также написал на эту тему называется она как поднять своего пн за пять минут который не заблокирует роскоп надзыв ссылку я также оставлю в описании под этим роликом здесь в принципе все подробно я расписал но все равно думаю что лучше заснять также видео в котором наглядно все покажу и первым делом хотел бы ответить на вопрос зачем вообще нужен свой vpn да зачем его поднимать самому когда можно же пользоваться сервисами которые еще роскомнадзор не заблокировал до которых еще не добрался ну здесь есть несколько причин я выделил это первая низкая скорость например вот у меня соединение с интернетом 100 мегабит в секунду через vpn который я сделал у меня получилось получились вот такие данные 64 мегабита на загрузку и 55 мегабит на отдачу то есть не каждый далеко не каждый бесплатный vpn может похвастаться такими результатами на вид скрайбе бесплатном у меня было всего лишь 2 мегабита в секунду насколько я помню далее когда нибудь эти vpn и будут они платные или бесплатные все равно когда-нибудь rkn забанит когда-нибудь он до них доберется в любом случае это сто процентов чем более популярный vpn тем быстрее его банят и это также нестабильное соединение на платных конечно ситуация получше но все равно опять же возвращаемся к третьему пункту то что когда-нибудь их rkn забанит с решением поднять свой собственный vpn такой проблемы не будет почему потому что rkn просто про него не знает а я даже если и узнает если вы спалите там свой айпишник не знаю что то еще то они не будут работать точечно то есть вы пользуетесь столько вы будете пользоваться этим vpn соответственно никто про него знать не будет это мега круто и стоит кстати очень дешево в районе 200 рублей всего лишь то есть это вот эти причины я думаю то что только благодаря этим причинам не стоит заморачиваться с бесплатными vpn а поставить себе просто свой за две сотки вместе я думаю что это просто копейки для вашего удобства и так что нам для этого понадобится первое нам понадобится конечно же удаленный сервер есть сервисы которые их предлагают а я выбрал vds на почему я выбрал потому что я увидел то что он самый дешевый мне так показалось то что реально 198 рублей там получается другие смотрел сервисы там было чуть подороже но не намного но все равно нафига платить больше когда можно меньше и по моей ссылке если зарегистрируетесь будете пользоваться вас ждет десятипроцентная скидка ссылку на vds но я оставлю в описании то есть что нам здесь понадобится я вот сейчас перешел в личный кабинет у меня здесь есть уже один сервер как видите на нем как раз в пн установлены что нужно сделать вам нажимаем на кнопку создать сервер здесь выбираем в качестве операционной системы ubuntu ставим 20 04 версию тип сервера ставим здесь стандартные серверы и выбираем самый простой вот это вот за 6,6 рублей в день нам этого хватит то есть он самый слабенький но этого будет достаточно локация сервера обязательно ставим амстердам нидерланды ну тут я думаю понятно потому что если у вас сервер будет в россии то смысла в таком в пне никакого потому что все эти сайты они также будут заблокированы а в амстердаме сервера если будут находиться то роскомнадзор будет видеть соединение с сайтом как будто бы в амстердаме сидите и соответственно ничего блокировать не будет автоматическую резервную копию убираем нам это нафиг не надо лишние только деньги и дополнительные настройки не ставим ставим жмем кнопочку создать я сейчас нажимать и не буду потому что сервер у меня уже создан после того как вы нажмете на кнопку создать он у вас будет доступен списке но перед этим соответственно вам нужно будет пополнить баланс на 100 рублей по вам здесь минимальная сумма пополнения вам этого хватит на какое-то время то есть на пол месяца вполне достаточно будет и здесь что хорошо еще деньги списываются каждый день то есть по 6,6 рублей с баланса вы можете в любой момент свой сервак остановить и сэкономить деньги если вам допустим не понравилось то есть после создания сервера он у вас здесь появится статус сначала будет в ожидании или что-то типа такого потом поменяется на активно это значит то что сервером можно уже пользоваться данные его можно посмотреть в поддержке и в тикетах переходим в тикеты здесь будет тикет создан новый сервер и при входе в этот тикет здесь вы увидите айпи сервера имя пользователя и пароль нам эти данные понадобятся для соединения с самим серваком для его настройки и создание клиента уже для openvpn и так чтобы подключиться к серверу можно пользоваться стандартной командной строкой windows либо же можно скачать себе такую программу которая называется пути это терминал для соединения она полностью бесплатная она не требует установки но мне вот удобнее работать с пути поэтому я также порекомендую вам пользоваться пути так вот она выглядит здесь нам нужно будет прописать настройки вернее данные нашего сервера переходим в соединение данные вот сюда вот и здесь прописываем имя пользователя сначала и пароль сейчас я их пропишу все прописали далее мы переходим в сеанс имя хоста или айпи адрес здесь прописываем айпи адрес нашего сервера так вот он порт 22 оставляем по умолчанию и нажимаем на кнопочку соединиться если все правильно соответственно у вас появится вот такое вот окно здесь будет написано то что там что-то ubuntu документация и тому подобное это значит то что вы успешно вошли на сервер далее нам нужно будет установить собственно софт openvpn пакет с гитхаба делается это обычной простой командой команду я вам прописал в статье собственно ли ставим вниз и находим ее вот здесь вот то есть вот эту команду нужно будет скопировать отсюда и вставить непосредственно в окно через правую кнопку мыши давайте это и сделаем переходим сюда нажимаем просто правую кнопку мыши и у нас вставляется команды сюда далее нажимаем enter и у нас начнет устанавливаться openvpn пакет то есть после этого нужно будет сделать выбрать udp подключения просто нажимаем цифру 1 нажимаем enter снова enter стандартный порт стандартные на сроке подключения снова единицы enter и здесь на последнем шаге выбираем имя подключения это любое имя это для вашего удобства уже то есть называем как-то подключение по-своему и все то есть после этого ваш сервер настроен соединение создалось и создался такой вот файл с расширением о vpn его нужно будет скачать сервера через программку файл зилы например но вот я пользуюсь файл зилой это ftp менеджер также программка бесплатная скачиваем ее с официального сайта и подключаемся давайте я сейчас также подключусь вот она наша программка я сюда сейчас вставлю айпи имя пользователя пароль и порт пропишу так готовы я прописал данные нажимаем кнопочку быстрое соединение все сервером мы соединились если у вас все здесь на этом шаге было правильно соответственно у вас появится здесь вот список файлов и нам нужен файл с расширением о vpn название файла будет как название вашего соединения которые вы делали этот файл скачиваем себе на компьютер через этот файл будем непосредственно соединяться далее нам понадобится сама программка open vpn ее также можно скачать с официального сайта собственно вот она программка полностью опять же бесплатная не требует регистрации там ничего просто ставите ее себе и запускаете она также доступна и на андроидах там и на айфонах то есть play маркете можно скачать там в апсторе на всех платформах то есть можете пользоваться везде даже есть роутер с поддержкой open vpn вы можете закинуть в роутер как бы это соединение до этот файлик который только сейчас скачали и у вас роутер будет раздавать свой интернет повсюду там через vpn ку вашу то есть очень удобно ну давайте покажу как подключаться то есть вот у меня open vpn сейчас здесь у меня есть одно соединение уже добавил у вас сразу здесь ничего не будет то есть нажимаем на плюсик или переходим в импорт профайл выбираем здесь файл и выбираем по кнопке брауз этот файл open vpn который только что скачали сервера после того как вы его добавить у вас соответственно будет здесь ваш профиль появится все профиль добавлен просто подключаемся как видите молниеносное подключение если все правильно то у вас будет написано connected и вы работаете через vpn я вас поздравляю давайте теперь проверим айпишник я перейду сейчас на хуер например так вот так пропишем сейчас здесь хуер . нет все соединяемся мой айпи но я здесь его естественно замажу айпи сервера но как видим хост хостедба в десина то есть это показывает говорит нам о том что мы работаем через vpn ну и флаг голландии тоже об этом нам говорит то есть все сайты будут нам доступны давайте перейдем куда-нибудь не знаю инстаграм все инстаграм работает запрещенный да в россии то есть инстаграм работает можно лазить пожалуйста лайкать постики смотреть котиков и тому подобное то есть кому что нравится то есть как видите ребят настройка очень простая буквально за 5-10 минут все здесь можно сделать так же я написал для вас статью обязательно пользуйтесь все ссылки я оставлю в описании но я думаю ребят 200 рублей за vpn который будет всегда работать никогда его rkn не заблокирует высокая скорость я думаю что это просто мега копейки если вам действительно нужно удобство чтобы вы могли смотреть весь контент в интернете без цензуры то обязательно пользуйтесь на этом буду потихоньку заканчивать если вам было видео данное полезным интересным то не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал на своем канале рассказываю про заработок в интернете показываю что у меня получается что не получается то есть рассказываю про свой опыт ну и даю вот такие вот мануал для вас на этом все всем удачи всем больших заработков и всем пока